В свое время Пелегрини в Вильяреале приобрел даже за 7 миллионов. Не так уж мало на самом деле. Ох, опасный момент возле ворота аргентинской сборной. А что это такое Мусачи изобразил классное? В результате чего момент возник и этим моментом очень спокойно Мержевский воспользовался. Андриан Мержевский открывает счет в этом матче на 26-й минуте. Давайте еще раз посмотрим. Класс. Это Федерико Фасио выступил. Молодец. Просто не по балку мячу. А дальше последовал удар Мержевский с силой и у Балкипор шансов не было. Кстати говоря, передача очень не дурная. Получилось это выбор Клевандовский. Сейчас и снова опять-таки разберемся. Аргентинцы в атаке. Можно попробовать пробить. И они сравнивают счет. Мяч по двойцам счастный. Пошел. И пожалуйста в ворота. Это Марко Рубен. А, Эмилиан Инсуа вышел на поле. Помним мы такого. Давайте еще раз посмотрим вот эту голевую атаку целиком. Надо вне всякого сомнения вот в этом эпизоде. И вот Рубен наносит удар. И мяч идет под Польшу. Белый-красный. И могут петь такую-то очень долго. Получилось белое, червое. Подача. Опять опасно. Но на этот раз Ансальде. Ну пришла уже пора Ансальде быть лучшим в каком-то эпизоде. Левандовский. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 2-1. Вот она, пожалуйста, бьяла черване. Павел Брожек. Забивает мяч в ворота сборной Аргентины. У которой в обороне по-прежнему какой-то кошмарный раздрай. И даже усилия Адриана Габарини не спасают аргентинцев. А кто же эту такую передачу хорошую отдал? Это вот Левандовский. Да нет, а в сайда не было. Краснодар застрял. А это Блащиковский. Четко. Четко и спокойно. Может быть и был такой. Это абсолютно краскопический. Но это не так уж и важно. И. 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 И.